В общем, что же касается самоназвания кисти, конечно, этот термин битует у нас не только в источниках, но и в народе. Вот в тех, которые соседствуют с ингушами и с чеченцами, термин кисти имеет однозначно это ингуш, а у хевсуров это и чеченец, и ингуш тоже. То есть объединяющий этноним. У нас в истории были случаи, когда вот нахские языки обозначались не только нахскими языками, но и кистинскими языками. В материалах, собранных Иване Джавахишвиле 30-х годов прошлого столетия, упоминается о мецхальском обществе, откуда вышла часть современных кистинцев. Действительно, кистинцы, которые проживают у нас в Грузии, они выходцы из Чечни и из Ингушетии тоже одновременно. Одновременно? Одновременно, да. Тут нельзя, но еще есть вопрос некоторых типов, которые себя одновременно считают и чеченским, и ингушским. Есть такие. Час, допустим, мелхинцев думают, что они ингуши, час думают, что они чеченцы. И это нормально. Политизировать, политизировать эту ситуацию никак нельзя. Никак нельзя. И вообще зачем? Это же новая, свежая, чистая наша история, которая и в источниках, и в народах по сей день битует. Это живая история. И, в общем, если лингвистическую, лингвистическую, не терминологию, а вот критерии лингвистические сюда пустит вход, что получается, знаете? В нескольких кистинских селах присутствует фонема «ф», а в нескольких селах не присутствует фонема. Отсутствует. Отсутствует. Почему? Я уже сказал. Кто откуда вышел, а тут у него и наследие фонеми. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...